Вечернее служение. Третье сегодня. Господь, благослови, укрепи Диму. Ну, мало ли, на всякий случай. Может быть, надо что-то высвободить еще особенное, Господь. Благодать, Господь, больше благодати еще. Пусть напояющий других будет сам напоен, наполнен. Аминь. Аминь. Нужно. Если у вас какое-то свидетельство увеличилось, что-то умножилось, что-то проявилось больше, нужно свидетельство. Потому что вы-то и пришли сюда, не уходи. Вы-то и пришли сюда для того, чтобы и услышать, и пережить больше. Аминь. Я лучше расскажу меньше своих свидетелей, лучше вас. В общем, у меня была физическая такая проблема, что на протяжении некоторого времени, то есть несколько лет, я чувствовал в пищеварении определенные трудности. Из-за этого мне не все можно было кушать, определенные ограничения были. И не всегда как бы в туалет было удобно ходить. То есть тут сейчас я верю, я уверен. То есть я исцелен, и я пережил это исцеление. И буквально в течение этих нескольких двух часов, не знаю, я уже два раза побывал в тайном месте. Для меня это неожиданно. Если у тебя бывало раньше, ты мог там, ну, бывало доходило до такого, что раз в неделю ты мог ходить в туалет. Ну, это тяжело. Но сейчас это как бы исцеление, да. То есть то, что враг украл, Господь дал. И еще два исцеления, которые произошли, это на уровне, в общем, сердцем. Сердце произошло, но сердце исцелилось. Я не чувствовал больше так, как раньше чувствовал. И напряжение в голове тоже отпустило. То есть то, что было как бы из-за прошлых ран, из-за прошлого, то есть поражения дьявола, то есть Бог сейчас меня полностью восстановил. Я полностью здоровый. Слава Господу. Я благословляю тебя, я провозглашаю слово Иисуса Христа. Его ранами ты исцелен. Совершенно. Аминь. Благословляю тебя. Аминь. Знаете, очень важны действия веры. Вот то, что вы делали, когда вы вырвали свидетельство, вы позволяли вере действовать. Вера действует только через дела. Вера – это не что-то, что ты накопил и носишь. Вера, она действует, оживает, как говорит Библия, через дела. И как тело без духа мертво, вера без дел мертва. Это значит, если ты хочешь пережить, благодаря вере, какое-то чудо, то ли в свою сторону, то ли через тебя, твоя вера должна действовать. Ну, вы знаете это все, вы все это изучали. Но, когда я вам даю вызов вашей вере, говорю, выходите, свидетельствуете, что я делаю, как человек Божий. Хочу вас теперь объяснить вам, научить, что я делаю. Я понимаю, что есть время. Я понимаю, что оно тянется, когда свидетельство. Я понимаю, что сократится где-то время моего слова, сократится время свидетельства моего. Но, если я не дам вашей вере действовать, я просто буду препятствовать вашей вере действовать. Игра слов, но это так и есть. Я просто вытаскиваю, как рыбак ловит рыбу, из вас чудеса. Я помогаю вашей вере начать, как динамо, начать крутиться и вырабатывать. Потому что, когда человек не пережил просто по милости Божьей что-то, вот просто вот он, вот есть у него болезнь и есть сегодня. Вот он не исцелился на сегодняшний момент. Тут, я понимаю, нужно включить веру, чтобы как пылесосом чудо. И притянуть. Почему я именно привожу такие примеры, можно сказать, даже глупые для кого-то. Потому что женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, она спланировала день и способ для своего исцеления. Иисус нигде не говорил, что у него есть служение, прикосновение к одежде. И он нигде не говорил, что, ребята, вы там ко мне прикасайтесь, и вы будете исцеляться. Это была инициатива женщины. Если бы она это не придумала, и мы бы сегодня не повторяли это. Это написано, она внутри себя сказала сама себе. Вот только если прикоснуть даже к краеву одежды, я исцелюсь. И для нас это говорит о том, что это она определила способ для своего исцеления. И таким образом я хочу, чтобы вы услышали и увидели что-то большее в отношении веры. Дело в том, что вера действительно может стать нашим врагом или нашим другом. И то, что я вам сегодня рассказываю, я рассказываю вам о том, как сделать веру нашим другом. Потому что по вере можно заработать себе рак. И можно заработать исцеление от рака. По вере. Откуда я знаю? Потому что я очень часто проживаю служение, которое называется «Опухоли прочь». То есть мы боремся, выступаем против рака, против опухоли. И честно, по Божьей милости, знаете, больше исцеления увидели в сфере исцеления от опухоли, рака и всего остального, чем процент больше. То есть нам нравится эта сфера, мы как-то ее полюбили больше всего. И сфера рождения деток. Вот у кого есть из вас деток, нет, вы хотите деток. То есть однозначно процент исцелений, кто хочет новые органы, у кого там были какие-то по-женски проблемы, вот очень легко. Очень легко, очень много чудес. И мы сами, первая же наша семья, чудо с ребеночком. У нас сейчас 10, у нас одна дочери 19 лет, другой 10 месяцев. Такая разница. Слава Господу. И мы когда полтора года назад запланировали себе второго ребеночка, вот мы здоровые, нормальные все, участвуем в служении исцеления, у нас не получилось. Полтора года живем, как муж и жена, стараемся, за всех сил стараемся, ничего не получается. Ну понятно, мы не хотели идти к врачу, потому что мы знаем, что такое врачи. Врачи, они из тебя больного сделают. Не обижайтесь, кто из вас врач, я не против личности, я против системы. Вот, и поэтому мы, ну что, молились, молились и ничего. И нам пришлось проявить действие веры, чтобы вера начала работать. Почему он сказал, то, что я вас вызываю, я вытаскиваю из вас чудо, я помогаю вашей вере осуществить то, что должно прийти. И вот мы молились, молились и ничего. Но потом я взял водичку помазанную и начал брыскать простынь, на которой спит моя жена. И я говорю, вот это сработает. То есть я попробовал еще что-то. То есть как бы, ага, я попробовал что-то по вере, не сработало. Хорошо, я еще что-то попробую. Надо позволить вере действовать. Только чтобы вера не была статичной, она должна действовать. И когда мы это сделали, через, мы узнаем, прошел тестовый период, 3-4 недели. Супруга, она говорит, все, я имею ребеночка. Имею свидетельство. Проверились, да. Ну и слава Богу, наш плод уже 10 месяцев уже бегает. По служению, везде, вперед. Ну, то есть мы очень счастливы сейчас. Одна семья, свидетельство просто вам. А девушка с самого рождения была бесплодна. Врачи еще в школе признали ее бесплодной. Ну, это серьезно, когда она была обречена быть бесплодной. И она и в синагогу в Нигерию ездила, но не получила чуда. Мы возили ее туда. И молились много раз. Они к нам на служение Плочева проезжали несколько раз. Ничего. Но потом, один раз как-то, она, знаете, вот вспомнила ваше свидетельство о том, что мы водички помазанной брызгали. Казалось бы, уже перемолились много раз за них. Но она говорит, передайте мне пузырек с помазанной водой, я вот тоже побрызгаю. Сейчас она, не помню, на втором месяце беременности, но слава Господу, у них это тоже сработало. Дело не в этом методе, а дело вообще в любом методе, который позволяет твоей вере действовать. Если твоя вера статична, она не принесет никакого результата, даже если она огромная. Даже если у тебя вера сдвинуть горы. Вера непроявленная, вера мертвая. Вера без дел мертва. То есть, если ты хочешь пережить чудо, а ты его еще не пережил, делай все, чтобы твоя вера постоянно работала в этом направлении. То есть, человек, который пассивно ожидает исцеления, он может ожидать до второго пришествия Иисуса Христа. Человек, который активно ожидает исцеления, проявляет постоянно веру в делах, он приближает себя к дню исцеления. Если я сижу, Бог знает, Он меня исцелит. Это пассивная вера. Активная вера, когда... Итак, если вы хотите молиться, поднимите свою руку. За кого нужно помолиться, выходите. Ты уже здесь. Кто-то еще, может, хочет? Я хочу. Это активная вера, когда сидишь, слушаешь какую-то передачу. Кто-то говорит, да, если вы нуждаетесь в исцелении, быстро положите руку на свое тело. И ты не просто там, да, ну, слышал это сто раз уже. Ты сразу так, все, и к экрану. То есть, поняли? Ты веру свою постоянно активируешь. И ты получаешь чудо. Вера – это не единственное условие для принятия чуда. Но вера нам пригодится весьма, когда чудо не произошло ни по каким другим способам. Вот когда ты молился, вот когда ты ожидал, вот когда ты просил о милости, ну, все ты сделал и не получил. Чудо не произошло в любой сфере. Вот как раз тебе вера нужна в этом случае. Потому что в этом случае вера несуществующая делает существующим. И невозможное делает возможным. Когда для тебя и так было возможным принять чудо, ты его принял. Но если для тебя это осталось невозможным, иметь ребенка невозможным, иметь процветающий бизнес невозможным, иметь семью невозможным, когда для тебя это было невозможным, вот тогда тебе поможет только вера. Потому что вера невозможным делает возможное. Вера несуществующая делает существующим. Вера – это способность принимать нам то, что у Бога есть к нам. Вера переносит нас туда, где Он, и приносит то, что у Него, к нам. Понимаете, что я говорю? Абсолютно верно. Если исцеление есть, если освобождение есть, если прорыв для нас есть, если это все для нас уже осуществлено, получается, вера перетягивает из невидимого в видимое. И вот когда я вам говорю, свидетельствуйте, и вот я уеду, но кто-то из вас на неделе почувствуйте какое-то улучшение. Я вам рекомендую, кто-то полное исцеление, кто-то улучшение. Главное, не сдавайтесь. Вот за вас была молитва, будет еще сегодня молитва, и завтра будет молитва. Я буду молиться до упора, потому что моя цель, чтобы вы пережили полноту исцеления. Есть исцеление, а есть совершенное исцеление. Есть освобождение, есть совершенное освобождение. Полное то есть. Моя цель вам продемонстрировать царство и научить вас, как повторять это все. И когда я уеду, лучше, что вы можете сделать, начинайте думать, говорить и жить, как исцеленные люди. Если вы останетесь больными в разуме, вы останетесь больными физически. Позвольте вашей вере действовать вам на благо. Потому что вера может действовать вам на разрушение. Окей. Не сложно говорю? Нормально? Хорошо. Потому что у нас же не для новичков. Вы же, я так понял, уже... Какое слово назвать такое? Накаченные, накаченные верующие. Смотрите, я несколько примеров покажу, как вера оживает в делах. Ну, у меня есть напечатанные материалы, но это, знаете, туда заглядываю, сюда. Я вот сижу, там слушаю и думаю, то, что вам нужно, то я говорю. Как вот Пилат сказал, что сказал, то сказал. Помните, табличку по вести. Ты не пиши так, что написал, то написал. Так и я верю. Что сказал, то нужно. Хорошо. Ну, вот как вера оживает в делах. Просто примеры. На одном из служений я сказал, ну, если вы не пережили никакого чуда, ну, вот, ну, не знаю, почему. Потому что было много чудес на одном служении. Но я видел, некоторые люди в зале. Зал просто огромный был. Вот. Смотрел, некоторые люди, знаете, такие. Ну, кто-то там, ай, аллилуйя, там, пляшет, чудо получил. Палочки побросали, опухоли поуходили. А кто-то, знаете, иногда на это смотрит, и депрессия приходит. А я опять остался без ничего. И я обычно в конце даю всегда шанс людям. Я говорю, ну, если вы каким-то образом не получили чудо, дайте Богу еще один шанс. То есть, понимаете, вот, я очень правильно сказал. Не вы там напрягитесь больше, но дайте Богу еще один шанс. Принесите какие-то предметы свои, шарфики, платочки, что-то. Дайте Богу еще один шанс. Пожалуйста, не закрывайте двери. Потому что это не мы упрашиваем Бога, это Бог ищет способность, как бы нам помочь. Это у нас столько твердынь, столько в голове безобразия, что это Бог ищет пути. Ну, как нам еще пробраться? Ну, как нам еще помочь? Потому что мы очень интересно созданы. Вот. Мы имеем власть отдать власть над собой дьяволу. Имеем власть отдать дьяволу власть над своим здоровьем. Это мы обладаем этой властью. Не Бог. Адам и Ева имели власть над змеем. Они имели власть над всем творением. И когда змея приполз, и та-ля-ля-ля, Ева должна была взять его, так поганится, ну, вон отсюда. Ты что тут предлагаешь мне? Но она отдала ему власть. Адам и Ева отдали власть. Сегодня точно так происходит в христианстве. Дьявол имеет ровно столько власти в твоей жизни, сколько ты ему позволил. Бог дьяволу не давал власти. Найдите место из Писания, где Бог дьяволу дал власть над христианином. Все, что я читаю, наоборот. Христиане, посаженные с Иисусом на небесах, христиане даны власть и сила наступать на все вражеские дела, разрушать, попирать. Понимаете, да, о чем я говорю? Дьявол поясничает роль настолько в твоей жизни, насколько ты ему позволил. Демоны пакости делают настолько, насколько ты им позволил. Ты, это я, да это они сами. Не-не-не. Неправильная теология. Пока будешь думать они сами, ты прилаживаешь вину на них, на Бога, на кого угодно. Ты снимаешь с себя ответственность разобраться с этим. А Иисус нам сказал разобраться с этим. Это мы должны противостоять дьяволу, и он убежит. Это не Бог сказал, я там ему надаю. Бог сказал, извините, я уже ему надавал столько, теперь вы гоняйте его. Я вас и остался, чтобы вы его гоняли. Хорошо. И я дал возможность, говорю, выносите какие-то вещи. И девушка пришла с огромной опухолью, нужно делать операцию. У нее была огромная опухоль здесь. И она вынесла такой легкий шарфик на сцену, воздушный шарфик. Она им просто прикрывалась, потому что ей было неприятно, люди когда видят опухоль. И она вынесла шарфик, и это был уже перерыв. Я помолился, говорю, ну все, шарфики заберете, платочки заберете, получайте свое чудо, и будет вам счастье. И уехал. И вышел на улицу, ждал в машине, потому что у меня там не везли чего-то. Должны были везти, и как обычно, организаторы что-нибудь там, пока там со всеми попрощаются, я сидел в машине. Я не знал, что произошло. Она подбежала, эта девушка, к машине и вытаскивается с машины. Можно вас на секунду? Я думал, ну кто-то хочет там пока сказать. Ну я вышел, да, да, спасибо за служение. Я говорю, ну слава Богу, аллилуйя. Она, посмотрите. Ну смотрю, симпатичная девушка, все как бы. Думаю, на себя посмотрите. Я говорю, ну аллилуйя. Она не знает, чего она хочет. Я говорю, ну аллилуйя. Слава Богу за тебя. Она, вы не понимаете. У меня была вот такая опухоль. Я говорю, где она делась? Я говорю, шарфик. Аллилуйя. Это сделал Иисус. Через какой-то шарфик. И через то, что она дала шанс. Она могла просто уйти и сказать, да ладно, какой шарфик носить? Тут за меня уже молились. Какой тут шарфик еще, в конце концов. Домой надо идти и плакать в депрессии. Нет, она Богу дала шанс. И она просто показала, посмотрите, ничего нет. Все, чистая шанс. И боли, говорит, нет. Я не могла дотронуться, говорит. Я говорю, даже когда шарфик обвязывал, у меня были страшные боли. Говорит, и он под шарфиком просто и исчез. Другая семья. Смешно получилось. Была конференция исцеления. Им сказали, что там будут молиться за исцеление. Приходи. Она говорит, не. Мне назначили операцию ехать на Украину. Это было в России. А мне назначили операцию ехать на Украину делать. У ней опухоль была вот здесь. И щитовидка, да. Нужно было ехать. И она говорит, я не могу, потому что у меня назначена операция. И получается, знаете, раздвоение. Тут приехал человек из Украины молиться об исцелении, а ей назначена операция на эти даты. Они едут, короче, на Украину. И в пути они ломаются. На полпути. Они приезжают, кажется, к концу первого дня возвращаются, потому что поломались, нельзя больше ехать. И они вынуждены были прийти на служение. Ну просто вынуждены. И там получают сверхъестественное исцеление. То есть полностью сверхъестественное. Она на задних рядах там кричала, радовалась, прыгала. И ее просто знают. Ну я говорю, ты, вы представляете, она как бы поехала операцию делать, а Бог ей без операции, без шрамов все убрал. То есть она без денег, да. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, что ты это делаешь. Вот еще свидетельство. Как проявляете веру, и как она содействует нам, как она помогает нам. Держите главную мысль. Вы должны мыслить, говорить и поступать, как здоровые. Если вы, но не хотите оставаться больными. Вы должны довериться. Если Слово Божие, что вы исцелены, если человек Божий это высвободил, все, идите, и будет вам счастье. Не важно, что вы чувствуете. Чувства в унитаз. Чувства нужны, когда будете с женой, с мужем, с любимым будете. Пусик мой. Но не по поводу веры. Вера и чувства – это вещи разные. Фома сказал, пока не увижу, пока пальцы не вложу, не почувствую, не поверю. Он говорит, эй, не, перестань быть неверующим, будь верующим. Иисус назвал это неверием, когда мы хотим увидеть и почувствовать. Наоборот. Вера действует по-другому. Говорит, блаженны, которые не видевшие поверили. И вот свидетельство еще. Одна женщина, ей признали рак. Она слишком расстроилась. Ей дали тестовый период, перед тем, как идти и делать, знаете, там, приготовляют, делать биопсию, всякие там дела. Дали ей 2-3 недели подготовку, чтобы ехать в центр. Она, ну, очень расстроена была, но, слава Господу, случайно попала на сайт, и там нашла у нас раздел, где исцеление опухолей разных. Ну, раздел такой есть, где мы свидетельство вылаживаем, что у нас там происходит. И она распечатала их на бумагу, вырезала, и на стенки развешала, на двери, над кроватью. И она каждый день вставала, смотрела на них, говорила, Господь, если ты это делаешь, вот благословение Отца на Украине сейчас делаешь, я принимаю это, а ты это сделаешь со мной. Смотрите, она что-то сделала. Она молилась до этого, не помогло. Знаете, мы все сразу пробуем, мы помолились, и не всегда помогает. Бывает, молимся, молимся, за тебя сто человек в руки возложили, и ничего. Но что она сделала? Молодец, умничка. Она просто взяла, она не позволила вере остановиться. Она сделала что-то, через что вера ее продолжала работать, пока чудо не произошло. Она развесила, и каждый день вставала, и говорила, спасибо, Господь, тут будет и мое свидетельство. Спасибо, Господь. И что вы думаете, есть там ее уже свидетельство? Она поехала к врачам, они, нет у вас ничего, чисто все. Слава Иисусу. Это сделал Он. Это сделал Иисус. Проявите творчество, инициативу, в вопросах веры, не бойтесь. Вам пойдет это только на благо. Дочь одного пастора, которая 18 лет, я не помню, лишь 16 лет, была бесплодна, за нее перемолились, там чуть ли не все помазанники мира, уже ничего не произошло. Но она прочитала одну книгу, умную, о том, что вера должна как-то выразиться в делах, иначе она останется бездейственной. И ее мама, то есть жена пастора, ее мама, в общем, поняли, посоветовала, за дочь переживает, но она замужем, все, врачи не могли ничего сделать, уже там их лечили, лечили, залечили, но ничем врачи не могли помочь. Она говорит, доча, прояви как-то веру в делах, повесился над кроватью фотографию беременной женщины, вставит, и говорит, Господь, вот и у меня такое будет. Ну, казалось бы, глупо, да, христианам заниматься такой ерундой. Что вы думаете? Годы молитв и ничего вешает фотографию женщины беременной. Что вы думаете? Через месяц зачала и родила ребеночка. Мы никогда не знаем, когда вера сработает, но вера, она, то есть работает до уровня принятия чуда. Вот она работает, 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 оп, и чудо произошло. Работает, 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 оп, и чудо произошло. Поэтому пусть работает, пока чудо не произойдет. Не давайте ей успокоиться, не давайте вере упасть, застыть, лечь на дно. Постоянно что-то делаете. Сейчас быстро место исписания прочитаю. Можно Библию? Я что-то Библию здесь взял, временно воспользовался. Извините меня. Смотрите, многие молятся, хочу больше веры, дай мне больше веры, Господь, у меня мало веры. Господь, хочу великую веру. Иисус мне показал, что является великой верой. Потому что я сам на тему веры уже два года проповедую. И это тема без дна. Просто без дна. Это можно проповедовать годами. Это такая глубокая вера. И такая глубокая тема, что ее неисследимая просто. И вот Иисус показал, что Он называет великой верой. Интересно, что Иисус называет великой. Не то, что мы. Читаю. Это 15 глава Матфея с 21 стиха. Откройте, пожалуйста. У вас, надеюсь, есть Библии. Вот пошелестите страничками хотя бы. Вот. Мне уже легче будет, чтобы тоже. Вот. Откройте, вы сегодня получите урок, что такое великая вера. Потому что оно и говорят, пастырь, помолись, передай мне дар веры. Я хочу иметь великую веру. Я хочу быть мужем веры. Я хочу, чтобы мертвые воскресали. Что сделать? Я чаще всего слышу эти вопросы, что сделать, чтобы вера выросла? Что сделать? Мы вообще не понимаем предмет веры, что Иисус называет великой верой. Великой верой. Вы сейчас удивитесь кто-то. Кто-то обрадуется, а кто-то вообще будет огорчен, что вы думали по-другому. О вере. Вот что, по словам Иисуса, является великой верой, а не по нашим пониманиям. Великая вера, я вам сразу говорю, это не то, что я накачан верой, и я во имя Иисуса. Произошло что-то. Во имя. И уже происходит. Мы воспринимаем, что вот это великая вера. Ты такой, знаешь, там, бах, все происходит. Все, там, ты только помолился тут. Не-не-не, ничего общего. Иисуса совсем другое называют великой верой. Читаем. Всем искателям великой веры посвящается. 21 стих, 15-21, Матфея. Покинув это место, Иисус отправился в окрестности Тира и Сидона. Так к нему с плачем подошла одна местная женщина, хананиянка, и стала кричать. Ну, понимаете, да, подошла просто женщина, не знающая Бога. Господи, сын Давидов, сжалься надо мной, моя дочь, одержимая демоном и ужасно мучается. Иисус не отвечал ей ни слова. Очень хороший ответ. Очень хороший ответ. То есть, он и отказал. Прямо. Тогда его ученики стали просить, отошли, а то он идет за нами и кричит. То есть, согласно тексту, понятно, что она не просто попросила, Иисус, помоги ей дочери. Нет, а, нет, ну ладно, я пошла домой. Она не отстала. Она шла и кричала. Учеников достало уже, они говорят, Иисус, пожалуйста, отошли, идет и орет за нами. И слово кричи в греческом там реально создают шум, крик. То есть, она не просто ходила, Иисус, ну пожалуйста, она просто кричала криком сзади, помилуй меня, сын Давидов, помилуй меня, помилуй мою дочь. А ученики просто, Боже Иисус, просим тебя, стыдоба такая, крик такой сзади. Иисус сказал женщине, я послан только заблудшим овцем Израиля. Он ей называет причину, почему он не может ей помочь. Смотрите, в первом случае Иисус вообще не отреагировал никак, не ответил. Во втором случае даже он ответ сказал, почему он ей не поможет. Потому что, говорит, моя миссия, я послан кем? Отцом. Моя миссия только к погибшим овцам дома Израиля. Потом, женщина, приходи, когда будет первая церковь, там, Павел появится, будет языческим проповедовать. Но он это не сказал, но, это я как бы вам объясняю. Он говорит, я был послан к погибшим овцам дома Израиля. Держите все это в уме. Это тут серьезные ответы для вас есть. Читаем дальше. Женщина подошла, упала перед Иисусом на колени. Посмотрите, попробуйте отдохнать ее, как липучка. Упала на колени. Господи, помоги мне. Смотрите, Иисус опять объясняет причину, почему Он не может ей помочь. Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собачкам. Да, Господи. Она не стала против. Она не сказала, Боже, тебе что, не жалко мою дочь? Она говорит, да, Господи, согласна. Ответила женщина, но ведь и собачки едят, крошки, которые падают со стола хозяев. Тогда Иисус сказал ей, Женщина, у тебя великая вера. Пусть будет у тебя так, как ты хочешь. И в тот же час ее дочь исцелилась. Вот что Иисус называет великой верой. Великая вера это не то, что в тебе эстетично и большое ты во имя Иисуса. Великая вера это когда ты не отступаешь, пока не получишь ответа. Вот это Иисус называет великой верой. Великая вера это не что-то такое круглое, большое. Это твоя неотступность от Него, пока ты не получишь свой ответ. Вот это называется великой верой. Когда ты молишься, ты просишь, первое, что Он ей не ответил ни слова. Это когда ты молишься, просишь, а Бог как будто бы молчит. Боже, почему у меня детей нету? Молчок. Почему мой бизнес разваливается? Ну, почему? Молчит. Почему ты меня не исцелишь? Боже, мои дети. Молчишь. Бог меня не любит, наверное, уйду из церкви. Великая вера, когда не слышит ответа, почему ничего-то не происходит, она продолжает идти и кричать за Иисусом, помоги мне. Конечно. Далее, помните женщину, Иисус называет причину, почему Он ее не исцелит, ее дочь? Следующее. Многие из вас, вы молитесь, Боже, покажи, почему, покажи, Бог, или Бог, или не Бог, или плоть, получаете ответ, ну, потому что у тебя там родовые проклятия, потому что у тебя там бла-бла-бла-бла-бла, и так далее, и так далее. 350, одна причина. И ты понимаешь, 33 ступени шалень, и ты понимаешь, какое там мне исцеление, у меня и вера вот такая, у меня там и проклятия родовые, у меня дедушки коммунисты были, верующих там гнали, у меня и что хочешь, какое там мне исцеление, я там три церкви поменял уже, у меня там в первой не было Савильево, во второй меня пинков дали, а в третьей не показывайся, какое у меня может быть исцеление, только проклятие. Даже когда есть причины, Иисус назвал реальную причину, Он же не пошутил, Он действительно был послан только погибающим Он и назвал реальную причину, почему Он не может ей помочь. Представляете? Он стал перед выбором нарушить послание, ну, цель, миссию свою. Ну, Он сказал, я послушаю Отцу во всем, обратите внимание. Поэтому, когда есть легальная причина, почему не получите свое чудо, вот есть легальная, официальная причина, как хотите, библейская причина есть, почему вы не должны получить чудо. Великая вера, она преодолеет это, она не отпускает Иисуса, говорит, смилуйся надо мной. Понимаете, она попросила милости. Это разные вещи. Есть закон, есть правило, а есть милость. Вы поняли? Иисус говорит, хорошо, вот по правилам не могу, но по милости могу. Но милость, это и есть милость, понимаете, когда ты не заслуживаешь и получаешь. И таким образом, смотрите, и он и третий раз объясняет, не, 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 это не для тебя вообще, это вот, это для детей, это не для тебя, но хоть крошечку дай. Слушайте, ну посмотрите, великая вера, он учеников упрекал в неверии постоянно, а ее назвал великая вера. Великая вера, которая не сдается, великая вера, которая не отпускает возможность, не отпускает Бога, не отпускает, не отпускает свое обетование. Вот это великая вера. И я всех благословляю, что вы имели великую веру. Великая вера, это не нужно быть большим гигантом, не нужно быть тебе Джошуа, не нужно быть еще кем-то, чтобы иметь великую веру. Можно быть маленьким человечком, Какая-то женщина, просто которой не сдаются. Ты не получишь. Нет, получу исцеления. Это не для тебя, для меня. По закону нельзя. Можно. Не верю. Не верю. И это для них, для духовных, ничего. Крошки для меня есть. Великая вера, она продолжает за Иисусом и стучать. Иисус, помилуй меня. Иисус, помилуй меня. Продолжать. Вот это великая вера. Мы все можем иметь великую веру. Это не то, что ты получил за твое послушание, за красивые глазки. Или потому что на тебе особенное благоволение. Великая вера это твое решение. Это твое действие. А оно превращает маленькую веру в великую веру. Поняли? Это не то, что Бог тебе отрезал кусочек, так тебе маленькую, а тебе большую. Вот и все. И не получишь ты ничего. У тебя была вера маленькая. Ты продолжаешь. Нет. 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 Окей. Дайте ей, потому что стучит и стучит. Вот это и с великая вера, понимаете? Она растет, покуда ты кричишь. Иисус, помилуй. Иисус, ну дай хоть крошки. Давайте помолимся о том, чтобы мы этот урок поняли, освоили и применили. Это касательно всего. Финансов. Касательно исцеления. Касательно мужей, жен, семей. Исцеления, освобождения. Всего. Многие просто сдались. Многие, знаете, перестали идти за Иисусом. И многие легалистами стали. Они говорят, ну все. Ну он сказал, нет, значит нет. Нет ответа, значит все. Бог молчит, значит все. Вот Иисус привел нам пример хороший. Хотите помолиться? Давайте помолимся, чтобы вы имели великую веру. Я хочу иметь великую веру. А зачем мелочиться? А зачем уходить без ответа? Маленькая вера, мы уйдем без ответа. Великая вера, уйдем с ответа. Так давайте остановиться на большой вере. Я думаю, Бог сегодня многим из вас дает надежду. То, с чем вы много лет молились, может и перестали уже. Уже махнули рукой. Или там на чем-то уже точку поставили. Знаете, пора снова поднять ваши молитвы, поднять ваши желания, ваши мечты. У кого-то есть мечты о чем-то, они уже умерли. Пора их поднять и продолжать стучать. Кому-то Бог дал порочество, откровение, что что-то будет. Для кого-то было обетование, даже библейское, что что-то у вас должно быть в жизни. Что-то должно для вас быть, как для верующего. Вы где-то там, знаете, согласились на ложь дьявола. Видно, это не судьба. Ну, не для меня. Ну, ладно, я уже и так проживу. Ну, ладно, уже там. Время ушло. Или я уже старый, я уже толстый, я уже лысый. Я уже там, ладно. Там еще что-то. Ну, то есть, понимаете, да, мы соглашаемся на вариант Б. Давайте помолимся на варианте А. Потому что там, где Б, там есть и В, а там еще 32 буквы в алфавите. И вот так вот мы очень часто идем по всему алфавиту, знаете. Поэтому давайте возвращаемся к букве А. К варианту А. Да. Это называется пассивная вера. И вера без дел остается мертвой. То есть, бездейственной. Это значит, ты можешь годами ждать просто, и ты можешь по милости получить. Я не спорю. Но иногда нет времени ждать. Поэтому проявляйте веру. Потому что у нас примеры какие. Сколько людей, которые по вере к Иисусу прибежали, слепые, женщины с кровотечением, а никому из них не отказал. То есть, когда речь идет о вере, Иисус не отказывает. Поняли смысл? Всем, кто к Нему с верой обращался, Он никому не отказал. Все получили. И Он им не говорил, ребята, на самом деле Бог мне сказал вас исцелить. Нет, Он сказал, твоя вера исцелила. Иди и будь здоров. Твоя вера исцелила. Ваша вера исцелила вас. Будьте по твоей вере. Давайте помолимся. Господь, младимте, что Ты открываешь нам простоту Евангелия. Открываешь нам простоту, как мы должны действовать в вере. Господи, чтобы обетование, которое у Тебе есть для нас, обещание, все, что к нам пришло через Иисуса Христа, Ты учишь нас, чтобы мы продолжали верить, чтобы мы не сдавались, не останавливались, чтобы мечта снова ожила, чтобы обетование снова для нас стало реальным, чтобы наше будущее, которое Ты для нас предназначил, через порочество, через что бы Ты нам ни давал, то, что мы оставили, бросили сражаться, бросили стучаться, бросили искать, бросили просить, чтобы мы возобновили, чтобы мы позволили нашей вере действовать, чтобы Ты мог ответить на эту великую веру. И мы знаем, Ты ответишь на великую веру. потому что женщина для нас хороший пример, она получила отказ, три раза ей было отказано, но в итоге она была названа женщина с великой верой, Господь, мы стоим перед выбором, или нам будет отказано, и мы уйдем расстроенные, или нам будет отказано, но потом нас назовут людьми великой веры, мы выбираем второе, несмотря на отказы, несмотря на молчание, несмотря на непонятные вещи, почему что-то не происходит, мы будем продолжать стучать, искать и просить, и мы благодарим Тебя, что Ты ответишь на нашу великую веру, аминь, великая вера, это не что-то, чем Тебя наделяют, это то, что превращается в Твоя вера, когда Ты не сдаешься, имейте в виду, пусть Ваша вера растет и будет великой, и получите многие вещи, аминь. Продолжение следует...